всем привет зрители данного канала а кто не подписан тот гость поэтому надеюсь что вы подписаны поступила к нам стиральная машиночка интезит у многих тоже такая будем включать проверять тестировать в розеточку включаем прям табуреточку обязательно садимся чтобы нам быть на одном уровне с машиночкой так включаем так разве включена включилась это просто программу не сбросили значит сбросили включаем нажим насос работает сейчас подождем должен включиться двигатель почему он пульсирует сейчас я загляну внутрь вниз потому что как не как-то там шипение искрят щетки ладно щеточки искрят у нас клапан работает о такого не было еще он либо вообще не крут либо пульсирует так видите да это однозначно будем смотреть щетки двигателя выключаем из розетки обязательно если у вас подключена вода тоже перекрывайте воду ну а мы полезли в двигатель чтоб нам легче было проверять щетки нам лучше двигатель достать откручиваем вот эту заднюю крышку после того как мы открутили берем ключ на 10 или головку на 10 и снимаем сам двигатель предварительно сняв ремень откручиваем это и этот шланг мешается здесь клеммы тоже снимаем и потом снимаем двигатель так поддеваем вынимаем его сюда внутрь опускаем но нападет туда и снизу уже его достанем двигатель снял что я вам хотел тут такой нюансик вот где у вас клапан заливается вода сеточка есть ее мало кто чистит вот какая грязь так что проверьте на своей машинке и почистите из-за этого плохой напор воды и остается порошок бывает здесь так что чистите а мы смотрим вот такой двигатель вот эти щетки стоят сейчас мы их достанем посмотрим и что мы с видим по щеточка у нас стерлась так что их менять будем я старую труда стану а вторая у нас чуть-чуть побольше но это не особо интересно нам так так что вам придется их покупать либо снять с какой-нибудь другой машиночке или двигатель если она есть вот щетки продаются в корпусе самом вот в этом либо вот эти грифели вот эти которые без пружинки с хвостиком вот этим вот в этом видео я вам не буду показывать как припаять щеточки если у вас грифели а вот следующих видео я запишу отдельное видео как припаять грифели корпусу правильно причем а то многие как-то накручивают вот так вот или просто фиксируют здесь потом контакт плохой и вообще это некачественно а с вами сейчас мы их просто поменяем на новые паять не будем и проверим двигатель как он у нас отдельно работает это новые щеточки наклон должен быть одинаковой в одну сторону почистим коллектор сначала берем шкурочку и чистим коллектор с этой стороны прижимаем овал крутим и так чистим далее ставим новые щетки и будем проверять кстати кто не знает если щетки у вас другим наклоном здесь есть специальные вот отверстия на двигателе можете поставить под этим углом то есть вот так коллектор почистили поначалу немножко будет искрить потому что щеточки новые еще не притерлись поэтому вы не пугайтесь берем тен и подключаем так вилочку тоже нам понадобится вилка включаем один конец вилки на вывод тена второй конец вилки подключаем на так перед нами 6 выводов верхние 2 идут таха датчик вот они мы их не трогаем значит остальные 2 вернее 42 идут на щетки а 2 на обмотку статора так второй вывод вилки подключаем на это у нас будет красненький красненький у нас это статор так это щетка и это щетка вот если сами не понимаете можете прозвонить берем перемычку следующий у нас тоже обмотка статора 2 будет и подключаем ее на вывод с щеткой эта щетка у нас идет и тот щетка не знаю не видно короче прозвоните вот эта щетка у нас мы как раз на него вот подсоединили второй тоже счетчик вот этот так его мы подсоединяем на т.н. второй вывод тена перемычка на второй вывод и сейчас будем включать в розетку берем розетку если ты на нас горячий будет значит двигатель у нас потребляет большой ток и скорее всего в нем замыкание ну а если холодный значит все нормально включаем работает это прекрасно но шумновато это значит у нас подшипники немножечко так подшумливают тэн холодный прекрасно подшипники по их хорошему лучше менять если они так шумят вот либо достать вот эту штуку подшипник открыть кстати можно и смазочку туда сделать что мы и сделаем будем устранять шум этих подшипников и потом проверим уже как будет он крутится на исправных вот сняли эту защитную штуку и вон туда намазываем смазку литол или специально для подшипников нанесли смазку ставим закрепляем эту штуку обратно защитную а чтоб к этому подшипнику нам подобраться нужно снять тахо датчик вкручим его двумя винтами тахо датчик сняли но нам не туда не подлезть поэтому снимем еще вот эту кольцо магнитное аккуратненько не сломайте ему вот так он у нас выглядит вот так подшипник там берем тоненькую отверточку поддеваем и снимаем эту штуку дальше туда тоже наносим также смазочку ставим обратно все собираем и будем проверять значит нанесли туда тоже смазочки это немножко посложнее на пришлось снять ну мы все равно справились с этим ставим этот собираем и устанавливаем тахо датчик после всех этих операций проведенных над двигателем крыльца у нас идти достаточно тихо включим его в розетку и посмотрим выдержит ли он электричество которое ему даст ток то есть и и и и и и и и Просто немножечко много смазки налили Главное жиденькую нужно тут смазочку Либо можете ВД смазать Ставим его на машиночку И проверяем его уже на машиночку Подключили машиночку к стенду С водичкой Включаем Ставим на джим Так, сейчас должен крутиться На повозе пока постоим Вот закрутился он у нас Не пульсирует Как в начале было Так С водичкой проверим Шерсть Вот какой напор должен быть Поэтому не забывайте чистить Фильтр Внизу тоже чистите Второй залив Как мы видим Как мы видим Все у нас работает хорошо Залив отключился Вовремя Присостат сработал Будем стирать Будем стирать с бельем Полный цикл стирки Вот Так что пользуйтесь Материалом Друзья И до новых встреч Всем счастья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok